Давай затронем еще одного игрока, который последние полгода очень активно проявляется и начинает системно присутствовать в медийном пространстве. Это Медведчук. Медведчук буквально пару дней назад в субботу дал большое развернутое интервью, в котором было множество интересных акцентов. Например, что Порошенко был не прочь реализовать Минские соглашения, но мешает партия войны. Что Турчинов давал указания, давал добро на то, чтобы Медведчук в весну 2014 года участвовал в переговорах с боевиками, с русскими. Но самое главное, что Медведчук признал, что Россия влияет на сепаратистов. Если он позвонит, то из Москвы могут позвонить и дать соответствующее добро или наоборот на то или иное действие сепаратистов. На твой взгляд, какая роль будет Медведчука в 2019 году? Потому что Медведчук идет в партии Рабиновича, с примкнувшими Левочкиным и Бойко. И Бойко идет от них кандидатов в президенты. Но очевидно, что сегодня попытка извлечь Бойко в качестве пугала и использовать как контропонента Порошенко, она уже провалилась. Конечно, провалилась. Он это уже не играет. Ну а Медведчук, первый вопрос, даже когда мы упоминаем, что он дает интервью, возникает первый вопрос. При каком президенте Украины себя так вольготно чувствует Медведчук, как при Петру Порошенко. Я не помню, чтобы при Януковиче Медведчук покупал каналы, чтобы при Януковиче он создавал там партии, какие реально воспринимаются как вхожие в парламент. То есть, действительно, Медведчук окреп. Какая его роль будет на предстоящих выборах? Ну, во-первых, наверное, это будет такой банкомат Российской Федерации. Он будет управлять разными этими ниточками, чтобы спонсировать угодные Путину проекты. И в том числе это могут быть и какие-то такие проекты, как мы уже говорили, с радикальной символикой и так далее. Кстати, должны вспомнить, что Вадим Рабинович был, кажется, единственным политиком, которого пустили к политвязню Миколе Карпикусу на УНСО в России. Об этом было видео. То есть, если надо будет для картинки, то все окей, Медведчук там в Броневичике сфоткается и так далее. О его амбициях, невзирая на то, что у него большой антирейтинг, я думаю, что он все-таки будет, невзирая на все, давить на то, чтобы получить какой-то очень важный портфель или спикера, или, например, министра. И я думаю, что главная мотивация его, это даже не его какие-то обязательства перед Путиным или что-то еще, а банальные какие-то психологические комплексы перед своим кумом Владимиром Путиным. Вот Путин так или иначе президент, сильный мужчина, спортивный. Медведчук тоже спортивный, показывает себя сильного, но не при делах. И вот это не при делах, мне кажется, что очень его мотивирует. И это такой вечный двигатель его внутренней агрессии какой-то. И опять-таки, с точки зрения государства, если Медведчук действительно получит этот важный портфель в результате каких-либо коалиций, переговоров и так далее, то это будет минус, это будет удар по престижу государства. И, конечно же, те люди, которые способны хоть чуть-чуть выучить польский язык, будут стараться выехать туда дальше, на завод, чтобы на это все не смотреть. И, конечно же, требование к новому президенту будет в том, чтобы он поднял наболевшие вопросы с 2014 года и не стыдился их. Убийства на Майдане, реформы. Что действительно нужно стране? Какие государства соблюдают какие интересы на нашей территории? Ведь не секрет, что у нас сейчас ситуация очень близка к Афганистану 70-х, периода войны теней, когда разные группы интересов, я не буду говорить, что это спецслужбы-агенты, скорее интересы компаний, бизнесов и государств, но они присутствуют. И Венгрия, и США, и Российская Федерация, куда они шли. И желательно, чтобы эти интересы были названы, чтобы мы понимали, что к чему. И действительно, если говорить о Тимошенко, то она может это сделать, и это будет политика больше в стиле Эрдогана, который ставит интересы своей страны выше, в том числе, международных договоров с тем же НАТО. Есть интересы Турции, окей. А дальше, где надо, работают с теми, где надо, работают с теми. Порошенко, как ты думаешь, для Порошенко Медведчук это партнер, скорее? У меня складывается впечатление, что сегодня Порошенко и Медведчук находятся в неких симбиотических отношениях, потому что, если ты смотришь каналы, то ты видишь, допустим, что когда появляется Юля или какие-то другие оппоненты Порошенко, то они синхронно исчезают и на прямом, за которым стоит Петр Алексеевич, и Медведчуковские каналы 112 и Ньюзван, которые принадлежат Медведчуку. И, ну, это факт, то есть это реальность. И вот в связи с этим возникает вопрос, что насколько шизофренично выглядит эта ситуация, когда, с одной стороны, Петр Алексеевич говорит о том, что Россия там в уроке, мы будем бытаться до кинца и, значит, не дадим, не пропустим Путина в Украину. А с другой стороны, получается, что прямой агент влияния России здесь, он чувствует себя более чем комфортно. Он, более того, он находится в зарубе с конкретными партнерами того же Порошенко, например, с теми же Ахметовскими, мы видим на примере ситуации с Вилкулом, как получается такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, Ахметов партнер по Роттердаму с Порошенко, а с другой стороны, ГПУ мочит Вилкула, там, возбуждает уголовные дела, пытается создать видимость, чтобы, ну, на мой взгляд, это видимость, чтобы его привлекут к чему-то там. И вот это две части ОПО-блока, они между собой активно воюют, и, ну, Ахметовские там пока более, отватили большую часть ОПО-блока, там, да? Ну, я уверен, что образ Порошенко, такого патриота, отца нации, мудрого старика определяется через Медведчука. Медведчук – это необходимое зло для Порошенко. Потому что, если убрать Медведчука, как такого жесткого пророссийского политика, то на фоне, кого Порошенко будет показывать свой патриотизм? На фоне Тимошенко, который говорит, что идет в НАТО и ЕС? Или, может, на фоне Зеленского, который тоже ездил в АТО? А так, когда есть Медведчук, то это как черное и белое. Есть черный Медведчук, на его фоне мы берем этот серенький невзрачный листочек, и он кажется белым. И самое главное, это работает? По-прежнему это работает? Конечно, это работает, работает. И я уверен, что Порошенко взял курс на этой избирательной кампании на очень жесткую дефрагментацию людей. Это даже события, которые были в субботу на контрактовой площади во время митинга Юлии Тимошенко, показывают, что он будет пускать в ход все и мыслит категории не 5 лет, не 10 лет, а категории 3 месяцев, за которые ему надо вернуть себе власть, фактически пойти на другой термин и укрепиться. Под все? Что ты подразумеваешь под все? Потому что многие просто не в контексте того, что происходило. Окей, под все. Это, во-первых, дефрагментация по религиозной линии. Я думаю, что в нужное время будет наводиться кунтур о том, что где-то громады между собой бьются, московского батюшку выгнали, или, наоборот, прислали батюшку из Киева и его выгнали, чтобы люди жили в постоянном страхе. Да это вчера вон было в моем селе родном. Было, да. Было, вот именно уже пошла жара. Во-вторых, это тема языка. Неправильно говоришь. Вспомним, когда у нас ездит Тимошенко, были ветераны Донецкого аэропорта. Ирина Геряченко написала пост. До речи, почему мы разговариваем российскую мову? Переходь на украинскую. Я могу разговаривать украинскую, но мне кажется, что больше хватит для ютуб-канала будет российской мовы. В житии из Криз я разговариваю украинскую. Добрый, добрый. Ты меня не оставь, Дроздов не подлавливай на этом. Если надо, в брыле приду. Еще это, конечно же, настоящий-ненастоящий патриот. И мы видели спекуляции на этом со стороны Ирины Гераченко после съезда Тимошенко, когда вышли киборги и началось. Это ненастоящие киборги и так далее. Хотя это, опять-таки, чисто искусственный конструкт. Ну и, конечно же, сейчас Порошенко хочет разыграть те, кто за будущее, те, кто за прошлое. При этом под будущим подразумеваются реформы за все хорошее. И вот дело Супрун, которое сейчас есть ярко, мне кажется, тоже очередная политехнология для Петра Алексеевича Порошенко. Группа Лешка тут сыграла удобную для Порошенко роль. Ну а Порошенко, как принц на белом коне, спасет Ульяну Супруну и покажет всем реформаторам. А напомню, реформаторы – это люди, которые, если не будет Гриценко или Садового, то отдадут голос Порошенко почти всем социологиям. Фактически он сейчас работает этим очень технически на свой второй тур. То есть у него посчитано работает. Хотя на самом деле это постоянно подогревание таких ожиданий, как это было с налогом на выведенный капитал, что вот-вот мы его введем, уже все прочитали. И наши расчеты института того же нашего брали, поднимали нас с нами, кричали, смотрите, как все хорошо подсчитано, а потом хоп, и не приятно. МВФ говорит, что это не потребно. И то же самое с мораторием на землю. Вот уже и коалиция есть, все есть, и такая демократичная и реформована влада, а не могут снять мораторий на землю. Ну, вообще смешно, когда Порошенко, когда надо, то он такой рыночник и за рынок, предпринимательство и так далее. А когда ближе к выборам, то, наверное, надо и денежку раздать, и мораторий на продажу земли наложить. То есть в данном случае человек очень, Порошенко очень зависим от электоральных игр. И, к сожалению... И потому гуттаперчевая политика на самом деле такая. Ну, это даже не гуттаперчевая, знаешь, гуттаперчевое очень благородное слово. Это скорее как такая изношенная камера от велосипеда Украина, знаешь, постоянно штопает. Ну, можно крутить так, так, где-то приспустить, где-то надуть. Вот пора пересаживаться на какие-то новые виды транспорта. Потому что велосипед Украина это хорошо, но на нем в 21 век не въедешь. КОНЕЦ